Ребята, всем привет! Меня зовут Юля, и вы знаете, что недавно я скачала Sims 4. У меня это заняло несколько дней даже, потому что пока я это качала, то качала. В общем, была очень долгая, сложная история, и я знаю, что у многих тоже не получается скачать. Кто не в курсе, сразу говорю, я скачала пиратскую версию, но до этого сначала я купила оригинальную версию, но мне не хватило дополнений, и я не хотела покупать все дополнения, поэтому я решила пойти вот таким вот нечестным путем. Но что поделать, поэтому извините. Ну и вот, я скачала Sims 4 со всеми дополнениями. Я оставлю ссылку в описании, по которой я скачала сам Sims. Сразу говорю, что я устанавливала его на Mac, не на Windows, но я точно знаю, что на Windows дофига и больше разных ссылок, вариантов скачать Sims 4, а вот на Mac всегда сложнее всего найти, поэтому те, у кого Mac, ссылку я оставила в описании. Очень коротко расскажу, как скачать. На фоне вы уже видите, как я начинаю создавать себя, но к этому мы еще вернемся. Вы пока смотрите, наслаждайтесь и слушайте информацию. Чтобы скачать Sims 4, для тех, кто хочет, для этого вам нужен root tracker или торрент, но я, по-моему, через root tracker скачивала, я даже, честно говоря, так в этом плохо разбираюсь, но суть в том, что у меня получилось. Это получилось у меня не с первого раза. Когда вы скачиваете, там где-то 40 гигов, вы скачиваете, вы все закачали на комп, у вас появляется файл, вы на него два раза нажимаете, и ваш компьютер начинает проверять этот файл. И сразу хочу вас предупредить, там будет такая проверка, и вам нужно нажать пропустить, потому что если вы не нажмете пропустить, то, скорее всего, у вас постоянно все будет слетать, потому что он не сможет проверить этот файл, так как он, наверное, пиратский, и там куча всякой фигни. В общем, суть не в этом. Суть в том, что у меня так было много раз, и много раз я ставила уже этот скачанный 40 гигабайтный файл, ставила на загрузку, шла вот эта обработка, проверка, и каждый раз у меня выдавала ошибку, в итоге ничего не появлялось, ничего не происходило, и только потом, в самом конце, я додумалась и догадалась нажать там на кнопочку пропустить, и у меня сразу открылось все, что мне нужно. Следующее, что у вас выскакивает, это такая вот страничка Sims 4, вы ее открываете, там где-то 4 папки будут, точнее, где-то 2 папки или 3 папки, и сама игра Sims. Вам нужно эту игру Sims, беленькую, она выглядит такая беленькая, вам нужно ее перекинуть на рабочий стол. Вот, но, также хочу подчеркнуть, что игра скачается у вас на английском языке. Перевести игру на русский язык, на самом деле, очень легко, оказалось просто, я не знаю, мне кажется, я сделала это за 3-2 минуты, я делала это по видео в интернете, поэтому наберите просто на ютюбе, перевести Sims 4 на русский язык, я уверена, что вы найдете, поэтому не переживайте, это очень легко делается, я вам просто не могу сейчас показать, потому что куда-то у меня пропал этот файл с компа, я его даже записать не могу, не знаю где он, но если найду, то вставлю. Так что, удачи вам в этом, ну и что ж, и все, и потом просто открываем Sims и играем. Но самое главное, пока вы видите, как я создаю себя, уже, наверное, к славе пришла, не знаю, самое главное, что я не знала про Sims 4, вообще, в принципе, про Sims, что, оказывается, там есть куча разных модификаций, дополнений, вот вы сейчас наверняка видите, то, что я выбираю какую-то необычную одежду, которой в Sims раньше не было, которая не идет с игрой. Всю эту одежду, все эти макияжи, все эти стрелки, все эти линзы, все это можно скачать в интернете, на самом деле тоже очень легко, я нигде ни у кого не подглядывала, я просто забивала в интернете скачать моды на Sims 4, ну и плюс ко всему, мне мои подписчики подсказывали потом, потому что, оказывается, этих сайтов очень много, также вы можете поискать на ютюбе, многие блогеры выставляют свои такие папки со всякими модификациями, эти модификации можно скачать и для строительства, и для одежды, и для внешности, и там татуировки, и еще что-то, то есть все можно скачать, и я выставила маленький кусочек в Instagram, в stories, как я строю свой дом, я сейчас на моменте строительства, точнее, ремонта в этом доме, в Sims, и мне начали все писать, Юля, откуда у тебя такие дизайн-штучки, откуда у тебя это, мебель, это, это, все это модификации, которые я скачала в интернете, и вы тоже можете это сделать, поэтому не переживайте, все легко и просто. В следующем видео, где я буду вам показывать, как я, собственно говоря, делаю ремонт и строю все это вот дело, я вам покажу, как качать и куда закидывать, в какие папки все эти модификации, я думаю, что многие из вас и так знают, кто прошаренный, но для таких, как я была, я все-таки объясню, расскажу, чтобы вам было проще и кайфовее играть, потому что все эти модификации, они, конечно, очень крутые. И я могу сказать честно, что я практически вообще не пользуюсь тем, что дает мне игра Sims, помимо карт, да, там каких-то возможностей игровых именно, в основном я пользуюсь только тем, что я скачала та мебель, которую я скачала, те там украшения, которые я скачала, аксессуары, еще что-то, то же самое и с косметикой, с макияжем и с одеждой. Я не хочу принципиально одевать на своих симов, этих самых, одежду из игры, потому что она такая отстойная. Мне хочется классные шмотки, которые я накачала. И, кстати, то, что вы сейчас видите на экране, это я делала в самом начале, когда я только начала играть, начала записывать. К моменту, который вот сейчас происходит, когда я записываю это видео, прошло, наверное, дня три, я уже накачала кучу всего другого, уже, на самом деле, даже немножко поменяла образы моих этих симов, и Славу переодела тоже получше, и даже Вивьену немножко поменяла, потому что мне кажется, что все-таки она не очень похожая получилась, но это вы сейчас еще увидите скоро. Вот, кстати, кадры с Вивьеной вы будете видеть оригинальные, как я и записывала. Конечно, Sims я знаю очень много лет, я давным-давно еще играла в Sims, когда была там маленькой совсем. И, кстати, недавно, я вообще, ребята, офигела, не знаю, такая информация, оказывается, есть какой-то мод или какая-то такая вот фигня, которую тоже можно установить, и в игре есть так называемая вуху, ну, вы сами понимаете, терки между взрослыми, и они обычно нам не показаны, мы это не видим, потому что все происходит как бы под одеялом, да, назовем это так, ну, как бы так и есть. И суть в том, что я просто офигела, потому что я смотрела несколько каналов блогеров, которые делают обзоры на Sims, играют, что-то строят, еще что-то там, я как раз у них много чего классного узнала, как что расставлять, как делать, и одна блогерша показывала этот мод, который делает вот это вуху более реалистичным, убирает вот эти вот ограничения, блюр, так называемый, поэтому я, конечно, офигела, но я такое себе не установила, не знаю, собираюсь ли я это делать в будущем, в дальнейшем, если бы я об этом узнала лет в 13, когда я играла в Sims, я была бы очень заинтригована, но сейчас мне это не совсем уж прям так интересно, но, возможно, мы это попробуем, я не знаю. В общем, вот вы видите, как классно я нарядила свою себя, вот, конечно, не совсем все идеально, не совсем все мне прям нравится, но в целом очень прикольно, если сравнивать с тем, что оригинальная игра дает. Переходим к Славе. Славу было создавать тяжело, наверное, не знаю даже, ну, тяжеловато, и к тому моменту, когда я создавала Славу, у меня не было практически вообще никаких модификаций для мужчин, то есть в основном я сидела и накачивала все, что нужно именно мне для меня, чтобы я себя красиво создала, но при этом я скачала для Славы какие-то кофты Gucci. Кстати, что я заметила, я не нашла, ну, либо плохо искала, может, еще и найду, всякие брендовые шмотки для девушек. Я нашла для мужчин много всякой классной фигни, там еще уже на данный момент этого нет на записи, я нашла какие-то шорты от Fendi для мужчин, тоже очень прикольно. Ну, в общем, не знаю, потом еще вам тоже покажу все получше. Мне, конечно, сейчас сложно озвучивать, и потом все это будет совмещать, накладывать, но надеюсь, что вам понятно. В общем, примерно вот так вот все выглядит, много всего классного накачала. Мне очень-очень нравится дополнение, конечно, без дополнений, все равно вы не сможете сделать столько всего классного, как минимум вы не сможете добавить животных, там еще можно добавлять русалок, кого там только нельзя добавлять, вампиров, но я этой фигней пока не занимаюсь, мне пока хочется что-то более реалистичное, как бы свою семейку создать, поэтому я пока остановилась только на нас со Славой и на собаке нашей, Вивень. Ну что ж, друзья, я создала Славу, давайте посмотрим, как он выглядит, ну я думаю, что вы сами видели, я решила просто ускорить, и, кстати, это у меня заняло 30 минут, а не час, как когда я создавала себя. Конечно, создать себя мне было сложнее, потому что там больше моментов с косметикой, макияжи всякие, сережки, фигушки, вот, но я думаю, что вы заметили, что Слава у меня в Гуччи, на нем много колец. Конечно, наверное, когда Слава это увидит, если он это увидит, он скажет, что за урод, но я очень старалась, мне кажется, что, ну, плюс-минус что-то есть, похожие там волосы, прическу повторить. Причем мне пришлось взять многие детали от игры, а не от модов всяких, которые я накачала, потому что я мало чего накачала для мужчин, все-таки у меня в приоритете было создать идеально себя, а потом уже мужчин. Но все-таки давайте посмотрим, как я его нарядила. Смотрите, какие крутые кроссовки я скачала, кофты тоже. Это у нас повседневная одежда, это у нас такой наркобарон, одежда на вечеринку. Мне не очень нравится, конечно, как-то странно толстым каким-то выглядит. Ну да ладно, знаете, вот, что нашлось? Мы будем жить в богатом доме, я уже все придумала, поэтому нормально. Это спортивная одежда, мне безумно нравится то, что получилось. Это футболка, она отлично сидит. Просто я такая задротиха, посмотрите на кроссовки, мне очень нравится. Спать он будет вот так. На вечеринку мы тоже пойдем в Гуччи. Вот такой вот стиль. Купаться вот так, ну все достаточно просто. Это тоже такой похожий наряд у нас, как спортивный, но это как бы теплый наряд, точнее, когда будет жаркая погода. Такие тоже классные кроссовочки. И когда будет холодно, вот такой наряд. Мне, ну не очень он нравится. Я думаю, что если что, можно будет потом поменять. Следующее, мои хорошие, давайте создавать Вивиану. Господи, я этого жду просто уже не знаю сколько. Мне безумно хочется скорее уже приступить к созданию моей любимой собачки. Тут очень много пород, я безумно счастлива, что я в это играю сейчас. Тут есть Йорширский трейлер, посмотрите, он в самом низу, что меня больше всего бесит. Ну да ладно, главное, что есть. Ух ты, тут оказывается тоже можно сделать накаченный собачку. Толстый собачка, у нас будет худая, чуть-чуть накаченная, такая спортивная. Окрас похож, но могу сказать, что у Вивочки больше все-таки немножко другого. Худенькая у нас, самая худенькая собачка. Да, да, вот это, кстати, больше похоже. Хвостик у нас покороче. Я бы сделала вот такой. Тут, конечно, будет побыстрее, думаю, потому что все понятно. А это я, кстати, не пробовала. О, смотрите, как классно. А еще тут можно рисовать, вы представляете? Так, ну ладно, давайте посмотрим. А, вон как он сильно меняется. М-м-м, конечно, тут не сан-сан-тон. Мне хочется постараться сделать более реалистично. Ну, по цвету как бы нормально. Ну-ка, если это черное... А, не, не прокатит. Ну, давайте примерно такое оставим. Я думаю, что по цвету это, ну, нормально. Так, что у нас дальше? Окрас, это мы посмотрели шерсть. Вот что самое интересное. Ух ты, дима, лапочка. Как похоже. Морды только не нравятся, волосатая вот эта вот фигня. Ух ты, гусечка. Вот это очень похоже. Какая милость. А, что такое? Я в восторге. Это совсем не мы. Знаете, что мне не нравится? Что я уже пробовала, и у меня не получилось детально менять черты лица собачек. Вот это похоже тоже. Ну, вот это, конечно, вот именно здесь, наверное, больше всего похоже. И, в принципе, мордочка тоже, но мне не нравятся вот эти висюльки. А, смотрите, меняются. А у меня не менялись тогда. Меняются, мой хороший. Ура! Представляете, у меня до этого не менялись. Вот эту часть мне нужно, чтобы она была более в ту сторону. Ну, вы понимаете, да, что я имею в виду? Почему она не меняется? Хотя меняется вроде бы. Вот почему вот эту часть я не могу подвинуть? Тут есть морды собак? менять. Мусинка моя, сейчас мама тебя сделает, моя любовь. Хотя, не знаю, может быть, посмотреть нам другие варианты. Глазики мамины. Так, давайте посмотрим, можно ли здесь морды менять. Форма головы. Вот! Супер! Форма головы. Блин, ну это вообще другая собака. А это Муля, мамина, мини-бультерьер. Во, кстати, вот эта морда неплохая. Это очень грустная. Это Чихахуа вообще какая-то морда. Хотя, похоже на Вивочку, но здесь пошире тогда надо сделать. Может быть, Виву позвать? Ой, какой милый год! Это так круто, ребята! Если вам нечего делать, качайте Sims. Просто создавайте свою идеальную жизнь. Но я всем рекомендую качать сразу со всеми дополнениями. Заморочитесь, потратьте время, но потом будете кайфовать. Качайте модификации. Нос! Ну вообще не похоже на Виву. Вот это... А, во! Во-во-во-во-во-во! Вот эту часть нужно подвинуть. Сейчас мы все-таки стрижку другую сделаем. Ууу, нифига! Просто это совсем не Вивочка! Морда! Что у нас с мордой? Кстати, тут можно еще окрас менять, но я боюсь, потому что я как-то пробовала, и что-то у меня не то вообще получилось. Меня больше волнует стрижка, которая у меня не получается. Такое, какое я хочу. Вот это больше всего похоже, но слишком волосато. Именно по морде больше всего похоже. Ну и вот это вот тоже для Йориков свойственно. Ну вообще, ну не моя это собака, черт возьми. Может, слишком маленькую морду я сделала? Ну это же не похоже на Виву. Вива, иди сюда! Вива! Путила! Кстати, я только что посмотрела на Виву, она больше темная с серым, а не со светлым. Иди сюда, солнышко, мама хочет создать тебя. Иди, иди, давай, 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 быстрее, быстрее. Сейчас вы увидите мою собаку, кто вдруг не видел. Вот, посмотрите на Виву в реальности. Ну вообще, жги то, вообще не то. Мама тебя создаёт, да. Ну вообще, плохо получается. Во-первых, уши. Уши у нас, всё-таки волос больше. Собачку-то увидела? Ну и тихо, тихо. Мам просто пытается, да хватит плеваться уже, мам пытается собачку подобрать, чтоб ты была такой же. Хочешь розовой собачкой быть? Серый нам нужны оттенки, серого. 50 оттенков серого. Она какая-то прям белая получается. Тут какая-то розовая. Я ничего не понимаю, Вив. Это разве ты? Ну вообще, на тебя не похоже. Она вообще не похожа на мою собаку. Где у нас там шерсть? Заново. Занимаемся рисованием. Да? О, боже, что ты тут наверхела? А! Control Z! Во. Что моя рыбочка? Сейчас мама тебе сделает, и всё. Что, не похоже совсем? Не похоже? Зай, мама лучше не смогла. Прости. Всё, иди отдыхай. Спасибо, что вкусла. Ты у меня лучшая. Ну вот, всё, получается, вот такая вот собачка у нас получилась. Вот, с косточкой. Супер! Вау! Ну всё, мне кажется, что я закончила. Вот такая семья. А, подождите. Мне нужно характер здесь сделать. Совсем забыла. Будет бояться, это правда. Будет любопытный. И будет дружелюбный. А, подождите, игривый. Любопытная игривая? Или дружелюбная? Дружелюбная. Не, любопытно, она не любит уходить из дома. Одна. Так, дружелюбная. Вот. Вот такой ты, моя милая собачка. Да привет, мы хорошие. Всё, ребят, вот такая семья получилась. Давайте её сохраним. А, имя. Вива. Сохраняем нашу семейку. Посмотрите, какая прелесть. Ну-ка, сфоткай нас. Супер. Отлично. Всё, я сохранила семью. Вот такая семья у нас получилась. Так что, на этом всё. Я надеюсь, что вам было интересно посмотреть, как я создаю нашу семейку. В следующих видосах я уже покажу наш дом, который начну строить. Я очень жду, когда начну это делать, но я это не буду... Я это не буду снимать онлайн, типа, как сейчас я снимаю, как я создаю. Я сначала построю дом, сниму ускоренную версию, как я строю дом, скорее всего. Вот. А потом уже озвучу, покажу вам, сделаю вам так называемую экскурсию. И в других сериях мы уже, наверное, начнём жить или что-то в этом роде. А ещё мы совсем забыли сказать что у нас-то. Ну, тут можно поставить только супруг, поставить парень нельзя. Поэтому мы будем вот такие. Всё, наша семья просто the best. Ребята, надеюсь, что вам понравилось это видео, надеюсь, что оно было интересным. Напишите обязательно в комментариях, кто тоже играет в Sims. Как вам вообще? Кайфуете, не кайфуете? Если вдруг у вас есть какие-то классные моды, которые порадуют меня, то, пожалуйста, пишите мне, скидывайте ссылки на скачивание. Я буду вам очень благодарна. В следующих видосах обязательно скажу вам спасибо за это. Вот. Ну и просто давайте играть вместе, делиться всякими пиратскими штуками. Но на самом деле это плохо. Конечно, плохо. Лучше оригинальное всё. Но, кто знает, если я буду долго в это играть, много, то, конечно, тогда я уже задумаюсь над тем, чтобы скачать оригинальную версию, потратить деньги на всё оригинальное. Но пока что в этом нет нужды, я просто хочу погамать. Вот. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы хотите, чтобы я показала вам в Sims, что вы хотите, чтобы я сделала в Sims, построила, попридумывала, кого создала. Возможно, кого-то создать можно будет, тоже попробовать. Вот. Спасибо большое за просмотр. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok